Итак, я не зря назвала этот вебинар «Путешествие, которое меняет в жизни людей», потому что первая конференция, которая у меня в компании свершилась очень много лет назад, даже не помню, в каком это было году, первая конференция золотая, когда я попала в Италию, город Ремини, такой небольшой маленький городок, похож на нашу Затоку. И для меня это была первая конференция, это золотая конференция, первая бриллиантовая конференция, это была Африка, Кения, я вообще не помню, какой год я потерялась в датах, но в какой-то момент я сбилась со счету в количестве конференций. Я сейчас точно не могу сказать, какая-то страна уже, ну, это где-то в районе 30, может быть, 30-е, надо вести четкий список, чтобы четко отвечать на эти вопросы, а тут вот видите, какая интересная ситуация. И Австралия – это новый континент, понятно, что для большинства людей новые континенты – это вообще недосягаемо. Америка, Австралия, Антарктида, например, ну, там еще Арифлейм не было, но я думаю, что и туда мы скоро полетим. И я вот начала с того, что путешествия бывают разные, в разных компаниях, ну, я сейчас не говорю про компании, да, косметические, там, еще какие-то компаниями, то есть дружеские компании с мужем, без мужа, с детьми, без детей, с подругами, самостоятельно, в туристический какой-то тур с чужими людьми, да, есть корпоративные путешествия, а путешествия от компании Арифлейм, они на самом деле уникальны тем, что ты получаешь, ну, в первую очередь, бесплатно в подарок за свою работу, по-другому никак нельзя. Нельзя купить в путешествиях компании Арифлейм, нельзя по блату его как-то, знаете, отвоевать, нельзя просто получить в подарок, потому что вот я люблю Арифлейм, тоже такого нет. Исключительно за выполненные действия, которые заранее оговорены, оглашены компанией, абсолютно для всех, компания не делит людей, могут или не могут, компания предлагает всем, кто хочет. И для тех людей, кто хочет, для тех людей, кто делает, для тех людей, кто очень сильно верит и мечтает в то, что у него это получится, именно эти люди попадают на такие мероприятия. И повторюсь, что для меня это не первая конференция, уже это несколько десятков. И, вы знаете, Арифлейм умеет удивлять. Казалось бы, ну, чем еще можно удивить человека, который, например, побывал уже на 10 или 15 конференциях? Всегда есть чем удивлять? Страной, организацией, потому что Арифлейм растет тоже вместе с нами. И хочу вам сказать, что в этом году компания Арифлейм в 2018 взяла первую премию в мире мы сегодня лучшие по организации конференции. Золотые, бриллиантовых, исполнительных. Поэтому это, ну, как бы не надо больше ничего добавлять и говорить, почему нужно выбирать Арифлейм как партнера в своей жизни для того, чтобы менять не только свою жизнь, а жизни тех людей, которых ты приглашаешь. И я вам, конечно же, если вы позволите, расскажу, как это все было. Вы знаете, вот те партнеры, те девчонки, которые меня знают уже не один год, они, в общем-то, не удивляются, когда я не люблю рассказывать много про конференции, потому что мне, ну, всегда не очень, ну, скажем так, ну, несколько грустно, потому что рассказывать то, где ты был, людям, которые могли там быть, ну, для меня это не всегда очень приятно. И я где-то, может быть, неправильно делала, что не рассказывала все подробно, да, может, вам это действительно было интересно. А я со своей стороны, ну, всегда вот смотрела на то, что, ну, вот как же ж, вот не получилось, не заработали, что тут уже расскажешь, уже приехали, все произошло. Ну, страна как страна, конференция как конференция, ну, в общем, понимаете. Поэтому я постараюсь рассказать, может быть, не так подробно, ну, так, чтобы вы чуть-чуть поняли структуру, как происходят конференции бриллиантовые и что можно там увидеть и чем можно заниматься. Австралия была еще одной мечтой для меня. В общем-то, после Америки я уже думала, что, ну, о чем еще можно мечтать. Но когда я вернулась с Майами, это было два года назад, я поняла, что обязательно компания должна что-то еще объявить такое, чтобы я очень захотела сделать этот уровень и получить это путешествие в подарок. И вот была объявлена Австралия, Сидней. Я как-то пожала плечами, помню, в тот момент, думаю, вот это да, как это вообще может быть и что же делать. План был не простой, вот, ну, в общем-то, получилось. И на самом деле была у меня мечта, это записано, но самая у меня такая, ну, сильная была мечта – это путешествие в Японию. И в апреле 2018 года я попала туда, в момент, когда цвела цакура. И это очень-очень было удивительное путешествие. И не прошло и года, и я очутилась в Австралии. Когда, ну, вот ты прилетаешь в другую страну, во-первых, это климат совсем другой, да. Вы видите, может быть, какие-то новости там, да, есть, что в Австралии сейчас очень жарко. Почти в некоторых городах, в некоторых местах страны доходит до 50 градусов. Просто вот, ну, настолько жарко, что птицы падают с деревьев, вот, понимаете, да, что там, где уже за 50 градусов скачок на термометре, ресторанчики, которые, допустим, на побережье находятся или там в центре города, просто приглашают людей выпить бокал пива бесплатно, чтобы людям легче переживалась эта жара до вечера. И могу вам сказать, что не каждому это, вот, перенести такой перелет и такой перепад. Это нужно иметь крепкое здоровье. Сразу вас предупреждаю, да, если кто-то собирается лететь в Австралию там или в Африку, но при этом плохо себя чувствует, подумайте, как нужно подкачать свою мышцу здоровую, да, чтобы хорошо перенести это все. Вот, потому что мы попали с минус, плюс, конечно. 30 часов перелета в общей сложности получилось. Но я вообще ехала с Киева сначала, с Одессы в Киев, с приключениями некоторыми, поезд опоздал, я вообще могла опоздать на рейс, ну, в общем, там была целая история. Но, слава Богу, все сложилось. 6 часов мы летели до Дубай, 6 часов там сидели, стыковка рейса была, и 15 часов мы летели с Дубай до Сиднея. И, таким образом, ну, это получилось больше суток. Прилетели мы в воскресенье вечером по австралийскому времени, это уже было 11-12 ночи. Понятно, что никто уже ничего, не было сил смотреть. Вот, никакой город, никуда идти, все хотели только спать или не спать. Ну, что-то надо было делать. И первый день, конечно, он начинался с завтрака. Как обычно, в любой гостинице организован шведский стол, хороший стол. Все были сыты, довольны. Вот, завтракать можно с 6 утра до 10 утра, 4 часа сидеть и кушать. Да, то есть, кому как нравится, можно в 3 захода перекусить и бежать сразу в город. Вот, в первый же день мы взяли тур, бас-тур по городу. Ну, останавливались в таких самых, ну, значимых местах, чтобы понять самые такие, знаете, достопримечательства большие Сиднея. Вот, и, ну, первый день получился именно таким обзорным. Вечером, всегда, на каждой конференции, первый вечер компания устраивает приветственные вечеринки. Это очень красивое мероприятие, где очень вкусные напитки, вкусная еда. Еда именно страны, это экзотика, это традиции. И именно в приветственную вечеринку ты уже начинаешь понимать, что ты находишься вот в этой стране. То есть, в Австралии мы четко поняли, что это большой красивый мегаполис Сидней. Компания выкупила для Орифлейм, вообще для нас, для всех, больше никто тут, там не было, это Луна Парк, он был закрытый. И только Орифлеймовцы там тусили. Все аттракционы, еда, напитки, все это абсолютно бесплатно. Кушай сколько можешь, сколько хочешь. Мы приехали не на автобусах и не пришли пешком, нас привезли на красивых корабликах, похожие на большие яхты. Это такие пароходики, я не знаю еще, не могу сказать точно, что это было, да, но это такие паромы двухэтажные, на которых мы все приехали, приплыли в Луна Парк. И обратно также мы отплывали этими корабликами. Вот, на корабле тоже было очень много шампанского, то есть, кто дошел до вечеринки с корабля, тому очень повезло, кто не дошел, в общем-то, возле кораблика и заснули. И обратно вернулись также. Вот, но невозможно было заснуть, потому что Луна Парк очень красиво, все светилось, все в огнях, везде Арифлейм. Это просто супер вообще, это такое было, ну, как бы ты попал в детство, и ты понимаешь, что ты хочешь на всех каруселях потусить. Но у меня не получилось, я только на одной смогла прокатиться на этой вышке, на самой страшной, это было уже в конце, кто в Инстаграм посмотрел, видели, да. В основном что-то я общалась, ходила с кем-то, говорила бесконечно. Какой-то у меня была приветственная вечеринка, именно реально приветственная, говорила привет. И с каждым, кого знаю, ну, уже за столько лет очень много знакомых, лидеров с разных стран, хотелось поговорить, пообщаться, потому что понимаю, что в другой день, возможно, это не получится. Вот, ну, где-то в 12, сейчас ночью мы вернулись уже в свои номера, и на следующий день в 9 утра уже нас ждала бизнес-конференция, потому что бизнес-конференция – это самое важное событие, где компания наносит нам все новости, с чем пришли в этот год, какая страна, какие страны лучшие. И в этом году, ну, вот сейчас скажу буквально вот фото Лунопарка, перехожу к бизнес-конференции. То есть в этом году была, скажем так, очень интересная рокировка стран по росту продаж, и Украина попала в тройку растущих стран по продажам. Это очень большая победа наша, и, ну, могу сказать, что даже как-то неожиданно где-то. Первое место – это Индонезия, второе – Казахстан, третье – Украина. То есть мы с вами в тройке тех стран, где есть рост, где есть продажи, и для вас это должен быть такой хороший ответ на то, что да, мы с вами должны развивать бизнес в Украине, потому что он нужен людям, он нужен нам, продукцию любят наши клиенты, а мы любим еще сильнее. Поэтому наша любовь должна идти в массы обязательно. Также очень было много информации от лидеров, кто как работает. Только на английском языке мы сидели с наушниками. Кто не знает английский, конечно, сложновато, и в этот раз я уже решила окончательно подкрутить английский так, чтобы могла свободно общаться, потому что даже общение с Элен Мавоном, мне не хватило слов, не хватило словарного запаса, и я не получила тот ответ, который я хотела получить на свой вопрос. Поэтому конференции тоже развивают тебя к личному развитию, ты понимаешь, что ты должен больше иметь информации, ты должен быть готов к любому в чужой стране, и поэтому, конечно, это очень сильно мотивирует. Что касается новостей о продукте, я уже говорила многим лидерам, что запускается система обновленный экологен, вы уже видите в третьем каталоге, это будет новая, просто полностью обновленная система экологен, в которую будет входить снова три сильных компонента. Первое место – это гиалуроновая кислота низкомолекулярная, которая проникает абсолютно во все слои кожи, моментально наполняет ее влагой, отчего сразу же мгновенно разглаживаются морщинки, и именно поэтому мы получаем мгновенный результат. То есть на обновленной серии экологен, если вы будете проводить мастер-классы с третьего каталога, именно этой серии, клиент будет еще больше и быстрее видеть результаты прямо, не выходя из офиса. И это очень важно для нас с вами, потому что это лучшее доказательство, что наши линейки работают, что наш новый Эйдж самый инновационный сегодня на рынке, и обойти его никаким образом нельзя. Цена остается прежней, плюс мне очень нравится, что тюбик, который наполнен кремом для век, он уже идет не в шарик железный, который всем был очень неудобный, абсолютно всем, я считаю. Это будет дозатор, как и линейки Ultimate Lift. Я не могу вам сейчас показать, потому что я отдала на тестирование эту линейку. Ну, кому нужно одесситов, приглашаю, приходите, тестируйте, для того, чтобы в третьем каталоге уже четко понимать, что вам и вашим клиентам нужно. Скажите, вы меня слышите, потому что я не вижу комментариев, может быть, нет звука и все спокойно сидят. Так что я всем рекомендую абсолютно начать знакомство с нашей линейкой. Я вам скажу, что я прилетела в Австралию с Ultimate Lift. Как только мы получили в подарок Экологен, мне сразу, конечно, стало очень интересно почувствовать, что это за линейка. И сейчас я пользуюсь Экологен. Мне оченьально. Я понимаю, что я Дамы я не знаю, я не знаю. Я не знаю, что я говорю, что я дам, я не знаю, что я буду продавать. Но я сейчас, наверное, я делаю решение. Я видимо, что я делаю, что я делаю в австралии в австралии. Я думаю, что мы поднялись в таких историях. Я думаю, что мы начинали. Это очень интересно, что я начну. Мне напоминает энтеросгель, такой, знаете, препарат есть, очищающий организм, то вот одета вот такая какая-то матирующая ночного крема, поменялся аромат, поменялась текстура, поменялся даже цвет. Дневной крем, он имеет нежно какой-то салатово-желтый цвет, очень-очень интересно. Поэтому, девчонки, рекомендую прям, чтобы вот вы попробовали это все на себе. Мгновенный результат. Появляется кальций в Арифлейм. Я сейчас не могу сказать вам точно, в каком каталоге и в какой стране, потому что будет поэтапный запуск. Но кальций будет очень уникальный, потому что это морской кальций и с добавлением витамина D. Разрабатывался этот продукт не один год, причем по просьбам клиентов, всех нас. Так, фонит, да? Сильно фонит. Давайте я, может, немножко убавлю звук, чтобы не фонило. Сейчас как? Нормально вам? Плохо слышно? Сейчас хорошо слышно или не очень слышно? Дайте знать мне. Плохо слышно, да? Сейчас как? Тоже плохо. Ну, давайте я... Хорошо. Нормально, хорошо, спасибо. Следующая новинка, которая нам была заявлена, я уже тоже о ней говорила. Многим вот такая тушь. Тушь объем. Я могу сказать, что это будет мега-запуск, потому что компания разрабатывала эту тушь несколько лет. И цель такова победить все люкс-профлинейки. У нас самая большая кисть. В нашей компании запатентованная самая большая кисть. И в чем у нее уникальность? В том, что есть ворсинки, а на ворсинках еще микроворсинки. Плюс кремовая текстура этой туши. Таким образом заполняются все абсолютно реснички объемом. Невозможно пропустить ни одну. И, соответственно, сразу идет объем мгновенно. Не нужно ждать, как когда-то там две недели, да? Чтобы тушь там разошлась. Какие у нас там мифы ходят, да? Чтобы она загустела. Хотя, в общем-то, это не является главным критерием для получения объема. То есть эта тушь будет, по моим ощущениям, это будут хит-продаж. Это будет лучше. И это будет то, что мы можем идти каждому клиенту с этой туши и говорить, да, мы лучше. Я не смогла протестировать, потому что у меня нарощенные ресницы. Но я видела девочек, которые сразу же красили у нас на тест-зоне, получали в подарок эту тушь. И сразу был виден результат. Это, конечно, мега. И я очень хочу, чтобы мы уже скорее с вами попробовали. Ну вот буквально весной будет запуск. Еще сейчас не могу сказать, ну, в каком точно каталоге. Я уже сказала, что одна из новостей была объявлена, что мы номер один в мире по проведению конференции для лидеров. Лучшей компанией Арифлейм нет. В прошлом году был бюджет 30 миллионов евро на все мероприятия потрачено. Ну, такой интересный факт, что компания планирует за два года конференцию и шесть месяцев с момента уже проведения каждый день 24 часа в сутки команда работает над тем, чтобы конференция прошла на самом высоком уровне. На каждого участника, вернее, на трех участников конференции приходится один сотрудник. То есть на три участника один сотрудник. То есть один сотрудник обслуживает трех человек, чтобы все было в порядке, чтобы никого не забыли, чтобы футболки всем дали, сумки разложили, поместили, рассказали, показали. То есть это очень-очень интересные такие вот факты нам рассказали, которые, в общем-то, я думаю, что мы действительно уникальны. И то, что компания щедра, то, что компания вкладывает в своих лидеров очень большие деньги в знак благодарности, ну, я думаю, что аналогов нет, ну, знаю, вернее, точно, да, и думаю, что в ближайших 10-20 лет конкурентов нам не будет в десятевых компаниях, потому что для того, чтобы проводить такого масштаба мероприятия, однозначно нужно быть богатой компанией. Богатой компанией, щедрой компанией, мудрой компанией. То и этой компанией является Урифлейм. Здесь у меня не хватило, извините, что чего-то не хватило, или фотографии, или что, я сейчас вот не поняла. Вчера делала презентацию ночью уже. Это встреча страны, которая проходила после бизнес-конференции. Это традиционно всегда собираются страны, и уже там запускаются новости. Но в этом году новости нам не запускали. То есть мы вместе с вами узнали о запусках стартов программы, турбороста, рекрутинговой компании. Нам даже не намекали вообще, до 15, не намекали, какие ждут активности. То есть в формате проходила встреча, к нам пришел Магнус с речью. Я в командный час кидала вам, да, кто смотрел запись всю. К нам пришли основатели компании, ну, дети уже, скажем так, точнее, потому что Роберт Афьохник сейчас лежит в госпитале в Стокгольме, у него повторная операция на сердце. И он, конечно, уже не может путешествовать в таком возрасте, на таком расстоянии. И Александр Афьохник сейчас в полной мере уже представляет Арифлейм на совете директоров. И здесь вы видите дочь, это Йонаса Афьохника. Скажем так, они нам сказали самую главную вещь, которую вы тоже должны знать. Я считаю, что на совете семейном двух братьев Йонаса и Роберта принято решение, которое никто не сможет никогда изменить, что все дети и правнуки и все, кто дальше будут рождаться в этой семье замечательной, они все работают только в компании Арифлейм. То есть компания Арифлейм – это единственная компания, единственный вид дохода, развития для этих семей, исключительно для… ну, есть несколько причин. Первая причина – создавалась она братьями-орфьохниками, и развиваться она будет исключительно под патронатом этой семьи. Никому в руки продавать, передавать или давать в какие-то там аренду руководства – этого не будет никогда. И вы знаете, это подтверждает еще раз очень сильные семейные ценности, любовь к людям и преданность к людям. Потому что мы знаем очень много компаний, очень много примеров, когда продаются компании, когда, ну, что далеко ходить. Фаберлик, которая продается бесконечно из рук в руки, и каждый хочет разорвать ее на части и что-то выгадать, да. Ну, примеров очень много. И поэтому я очень горда тем, что… ну, в хорошем смысле горда, не люблю это слово, но в данном контексте я бы его применила. Очень горда тем, что Арифлейм меня выбрал когда-то. Я очень рада за нас всех с вами, что знакомство с сетевым бизнесом для большинства из нас стала первой – это компания Арифлейм и последняя. То есть, ну, после Арифлейм невозможно нигде больше состояться, как… Я просто это знаю. Я знаю опыт очень многих лидеров, которые убегали, прибегали. Это сложно, потому что у Арифлейм очень сильный эгрегор. Да, и эгрегор – это тот, ну, важный, скажем так, важное, ключевое такое вот звено, которое, если ты уже его ощутил на себе, да, эту сильнейшую энергию, ты нигде ее больше не найдешь. Потому что то, что основано на любви, на ценностях, на уважении к людям, ну, это очень редко можно найти. Практически, ну, наверное, есть единицы компаний, благодаря, ну, вот, на чем основана эта работа. И поэтому я нам предлагаю всем ценить и понимать, что если не получается что-то сегодня, не Арифлейм виноват в этом. Потому что Арифлейм работает почти в 70 странах мира. И только на двух континентах пока его нет, пока нет нашей компании, да, скоро будет. И это очень о многом говорит. Это очень о многом говорит, что это самый надежный партнер сегодня, самая надежная сетевая компания, с которой можно легко, просто, да, не легко, просто развивать свой бизнес. Если разобраться и если очень сильно поверить, что мы сможем с вами сделать это. Итак, третий день. После бизнес-конференции наступил третий день. Отдохнули немножко, где-то еще побывали. Катрин Лакбаров подарила своим украинцам, челам тут 15, прогулку на яхте. Я могу сказать вам, что, хоть я и живу в Одессе, вот, но на яхте я не катаюсь каждый день, каждое лето и каждый сезон. Может, это было пару раз в моей жизни. И то, скажем так, где-то случайно, как-то непонятным образом, один раз тоже, кстати, с Арифлейм. И, конечно, я не думаю, что, ну, кстати, вот у кого есть мечта кататься на яхте, например, хотя бы раз там в сезон. И так вот на целый день, чтобы куда-то увалить. И не просто там на какой-то там яхте, просто яхтушке, да, а на богатой яхте, которая стоит несколько миллионов. Но я не думаю, что кому-то это не понравится. И когда я увидела эту яхту, во-первых, да, ну, я поняла, что это очень дорогое судно, вот, и дорогое в обслуживании, дорогое вообще, в общем-то, чтобы купить. И очень дорогая аренда. Нам потом проговорили, сколько стоит аренда. Это яхты в час. Мы гуляли три с половиной часа. Аренда этой яхты в час прозвучала от трех до пяти тысяч долларов. Долларов в час, просто, чтобы вы понимали. Ну, такие цены вообще, в принципе, в Австралии. И такие цены, в общем-то, на такие, на услуги, вот, на таких жирных яхтах, да. Понятно, что все включено. Можно было там вот поспать. Вот я сфотографировала комнату, да, где кровати, там, все тебе душ, туалет, кухня. Напитки разные. Ну, ну, все очень, очень все красиво. Ну, чувствуешь себя действительно, ну, дала нам Катрин, почувствуй себя на три часа миллионерами. Я хочу сказать, это какой-то был даже мини-тренинг, что ли, да, по уверенности и силе. И она так и сказала, что я вам сделала этот подарок только вот по одной причине. Я хочу, чтобы вы вдохнули жизнь богатых людей. Потому что Арифлейм это делает все время. Арифлейм показывает всем людям, что, ребята, можно жить лучше, помогая других. Можно жить лучше, помогая себе. Можно жить лучше вашим детям, вашим внукам. Если вы какой-то период в своей жизни сконцентрируетесь, выйдете из зоны комфорта, начнете делать то, чего вы раньше никогда не делали, и ничего позорного делать не надо. Приглашать, звонить, показывать, посещать, что такого делать, да. Но делать каждый день. И она рассказывала в Одессе, если помните свою историю, да, как она тоже шла к успеху через разные истории интересные, через разные ситуации в жизни. И вы знаете, я действительно благодарна этой женщине, которая пришла в Украину и вдохнула эту веру в нас. Потому что был какой-то период, ну не какой-то период, очень серьезный период в нашей Украине, да, когда абсолютно все пострадали от событий, которые происходили, да, в нашей стране. И где-то пошатнулась вера не то, что там в себя даже, да, где-то в компанию у кого-то вера пошатнулась, у кого-то в людей, у кого-то просто, просто вот нет веры, да. И очень важно, что кто-то был рядом, кто поддержит и скажет, иди дальше, я помогу тебе. Так вот, одной из этих женщин, вот для меня, людей, это стала Катрин. И я очень благодарна, что именно она сегодня наш генеральный директор. Потому что, ну, женская сила, она, вы знаете, да, дорогие мои, когда она хочет, она сделает все. Вот, и каждому члену ТОП-15 компания приготовила футболки. Это, конечно, был такой сюрприз, но был объявлен новый состав ТОП-15. Вот, ну, наша команда в этом году попала на 14 место. Мы чуть взвинулись вниз, но я думаю, в этом году постараемся и пойдем, пойдем вверх. Так, чтобы в следующем году мы с вами прокатались, прокатились на яхте в Одессе хотя бы, да, и на целый день, чтобы я вас пригласила, всех, дорогие мои, и мы целый день покатались за свой успех. Очень этого хочется. И каждую футболку, значит, Катрин и Виктор подписали, ну, таким креативным способом, ну, учитывая, что у каждого свой какой-то, может быть, конек есть в работе, у кого-то какая-то там причина работать или расти, у кого-то там мощный инструмент. Ну, в общем, им виднее, что отличает лидеров ТОП-15, да, других, друг от друга. Например, у Леши Севрука надпись на футболке была «Хотите детей, спросите меня, как?». Ну, вы знаете, да, у него четверо детей. У, допустим, ну, Анны Черной всегда онлайн, у Галины Билановой и Владимира «В чем сила, брат, система?». Ну, у каждого, в общем, свое, у Тамары Скибы меньше слов, больше дела, у Эллы Бездарка харизма, моя харизма всегда при мне, знаете, да, какая харизма. Вот, а у меня вот интересная вообще надпись «Упал, отжался». Ну, просто этот год у меня был очень интересный, и никто, как и Виктор, и Катрин не знали, ну, вот, и вы, дорогие мои, да, какие были такие не очень приятные, скажем, не очень простые моменты и с этицентром, и со всякими вот такими вот делами. Ну, и, возможно, они со стороны виднее, да, что меня отличает. Ну, еще тут мне не хватает одного слова, третьего «Упал, отжался» и поднялся. Вот мне сейчас надо это сделать нам вместе с вами, потому что, ну, мы все переживаем иногда такие периоды в жизни, когда есть падение, когда есть упадок сил, когда настроение не то. Что, ребята, это все временно, это реально все проходит, и все только в нас, все мысли, которые мы впускаем в свою голову и позволяем им у нас поселиться, именно они потом над нами властвуют. Поэтому очень важно фильтровать все, что в нашу голову заходит, очень важно фильтровать свои дальнейшие цели, свои дальнейшие какие-то мечты. Это очень важно, важнее этого ничего нет. Поэтому контролируйте себя, контролируйте свою уверенность и свой уровень мотивации, чтобы не было так, как, например, упал и даже не отжался, да. День третий, день третий, это был у нас свободный день, у нас, а, ну да, 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 третий день была днем, это прогулка по яхте, на яхте, и вечером гала-ужин, то есть компания три дня подряд делала мероприятие. Гала-ужин – это честование новых званий, новых директоров, членов исполнительной команды на сцене, это изысканное меню за столами, это официанты, это обслуживание на высочайшем уровне, это фуршет перед гала-ужином, красивые фотографии, контент, конечно, замечательный, очень много его. Вот эти кенгуру уже переодеты, надеты и везде живых не было, правда, ну, разные-разные. Очень такое тоже мотивационное мероприятие, где ты чувствуешь себя такой маленькой принцессой, скажем так, приглашенной на бал, и когда выходят на сцену новые звания, люди, которые сделали за год 4 звания, 3 звания, 5 званий, 6 званий выходили люди за год, не званий менеджер или там 3%, 6%, 9%, 12%, нет, дорогие мои, звания от золота и выше, вот такие вот звания выходили на сцену. В этом году новых 5 президентов, 2 из Турции, 3 из Индонезии, Индонезия страна, где, в общем-то, очень сложно продавать косметику, где бесконечно люди живут как на вулкане, то цунами, то еще что-то, то потопы, ну, просто, да, это наводнение. И не такой же рынок, где страшно любят женщины краситься, это очень интересный рынок, и непонятно вообще, чем можно там привлекать женщин. И вы знаете, выходили такие сильнейшие истории, женщина, одна девушка, которая вышла и сказала, что я, мне очень было сложно, первых 3 года мне никто не давал ответ «да», у меня опускались руки каждый день, я не верила не то, что там в себя, я, ну, компанию не верила просто, мне казалось, что это все обман, если люди не идут в Арифлейм, значит, все, он никому не нужен. И в какой-то момент, когда она пересматривала еще один ролик про успешных людей, она вдруг поняла, что это ее последний шанс. И она сделала президента за очень короткий период времени, работать в компании 8 лет, и сделала президента, получила свою премию, очень большую, Мерседес-подарок, да, 100 тысяч долларов. И в этот момент у нее заболела мама, она получила инсульт, и ей нужна была помощь. То есть там был разговор в 2 часа, мне было 2 часа. И она сказала, что я поняла, почему стала президентом, для того, чтобы когда настала вот эта минута отчаяния, я смогла ее спасти. Я просто поняла, зачем я это делала. Вот, поэтому у каждого из нас, я уже девочкам с вами говорила сегодня на планете, да, в Одессе, у каждого из нас есть ради чего, делать или не делать. У каждого из нас есть для кого стараться или не стараться, для кого выходить из зоны комфорта, для кого не уходить. Может быть, для вас имея мотивация не для себя, а для близких, для своих детей, для своих родителей, для своих друзей, для своих, ну, разные у всех причины, почему вам нужно зарабатывать в этом бизнесе деньги. Потому что, ну, к сожалению или к счастью, не знаю, ну, в нашей жизни на сегодняшний день 99% всех проблем решают деньги. А что касается здоровья, то сегодня это первое, что решает день. Да, есть, есть несколько процентов, когда решает только Бог, да. Вот, вот эти вот важные минуты. Вот, ну, если мы все сделали правильно, да, и сделали все вовремя, то, конечно, все, все будет так, как мы хотим. А сейчас Бога просить просто нам всем, чтобы помогал в этот сложный период, когда нужно расти, чтобы послал нам правильных людей, чтобы правильные мысли нам послал, чтобы мы были мудрые в какой-то момент, терпений в какой-то момент, и чтобы нам хватило этого терпения дойти до конца. В этом всегда Господь поможет, я верю в это. И поэтому очень часто вот не хватает иногда кому-то какой-то мотивации, ну, давайте вам сейчас, я ее дам, может быть, у меня ее больше. Когда-то мне ее не хватало. Когда я начинала этот бизнес, 23 года, 23 года я начинала этот бизнес. И у меня не было никого рядом. Мама была в Тернополе, я в Одессе. И не было, да, были спонсоры, но это мужчины были, у них не было такой души и сердца, они не чувствовали меня. А мне плакать хотелось, ко мне никто не шел. Меня показывали пальцем. Ну, у меня сердце говорило больше, чем мой разум. И я всегда слушаю свой бизнес сердцем. И если где-то понимаю, что с людьми не повезло там, да, ну, у нас же часто бывает, что люди не те. Я сейчас больше себе говорю, не люди не те, я не та. Значит, я еще не доросла до тех людей, которые за мной пойдут и сделают больше, чем я. Значит, я что-то еще не умею делать такого или не умею сказать, или не умею зажечь так, чтобы пришли люди сильнее меня. Я очень хочу, чтобы пришли партнеры ко мне вот сейчас сильнее меня. Да, у меня есть опыт, да, у меня есть 20 лет за плечами. Ну, где-то есть еще усталость, и уже где-то есть какое-то, да, недоверие тоже, да, к людям, потому что, ну, у лидеров всегда так. Если бы все люди, которых я пригласила за 20 лет, остались сегодня и стали директорами девочки, ну, то я уже бы не президентом была, а тройным старшим президентом. Однозначно, это было бы не 7 групп, а это было бы 107. Но такой бизнес интересный, что через какие-то возражения, да, через какие-то конфликты, возможно, да, мы либо растем дальше и не делаем дальше ошибок, либо мы останавливаемся и ничего больше в жизни полезного не делаем. И когда мне какие-то психологи рассказывают, что я научу тебя общаться с людьми, говорю, девочка моя, я столько наобщала за 20 лет с людьми, то еще не знаю, кто кого может научить. Столько, сколько мы получили возражений по поводу нашего бизнеса, то ни один психолог столько не получит. Поэтому верьте в себя, верьте в свои силы, особенно я сейчас обращаюсь к тем девочкам, к тем моим партнерам, которые не первый год со мной работают, не первый год мы с вами в команде. У вас есть силы, поверьте, если вы сейчас здесь, у вас есть силы, у вас есть огроменный потенциал, просто нужно перейти на следующий этап развития роста в этом бизнесе. То, как вы росли раньше, уже не надо так делать. Нужно оставить важные моменты, то, что мы умеем делать, сильные ваши стороны, да, и какую-то завязать еще одну привычку. Я чуть потом в конце, ну, как бы еще скажу там несколько таких, ну, для себя каких-то афишек сегодня нужно усвоить нам. Давайте вернемся к кенгуру. Вам интересно вообще то, что, ну, показываете фотографии, может быть, особо неинтересно, кенгуру вы можете увидеть и в Ютьюбе. Я кенгуру-то первый раз в жизни увидела, в зоопарке у нас их нет. Они такие смешные, вот видите, маленькие вот стоят, я к ним тянусь ручкой, ну, к их ручонкам этим. Ноги же эти длинные задние у них, да, вот эти короткие, но они как крысы, мне напоминали уже крыс, и они мне уже надоели, честно говоря, а потом в зоопарке. Девочки, я вижу, что я не укладываюсь еще 15 минут. Ничего, вы дотерпите 15 минут. Много, видите, информации. Вот это вот, например, вот сидит товарищ посерединке. Ну, это ж просто чудо какое-то, просто. Ну, как это ж, это такое-то. Такая коала, понимаете? Их-то много. Что они делают? Они спят и едят листья эвкалипта. Все больше они ничего не делали. И сидят на попе. У них такая страшная попа грязная. Они на ней все время сидят. Когда нервничают, ходят. Или спят. Все, больше дел нет у этих товарищей. Вот эта кенгурушка справа была зла очень. Она уже побольше. Вот. И встречаются, кстати говоря, случаи в Австралии. В городах, где рядом есть леса. Леса там очень много везде. Выходят кенгуру на прогулочку. Вот буквально мы были за две недели в каком-то из городов Австралии. Вечером семья из кенгуру. В количестве трех человек кенгурят. Мама, папа и ребеночек. Ребеночек в сумке. Пошли погулять в город. И, в общем, они шли прям на трассе. Все, никто их не трогал. Они бывают, кстати, очень агрессивны. Вот. Такие вот интересные в Австралии приключения. Ну, самый такой интересный момент. Такой немножко меня засмущал. Что мы, значит, тискали-тискали этих кенгурят. А вечером нам приготовили, например, из мяса кенгурятины красивый вкусный стейк. Ну, как-то так. Мы же вроде так со свиньями не тискаемся, да, и с барашками. Они по улице не ходят. Ну, вот как-то так. Ну, думаю, ну, ладно, как бы, наверное, нормально они привыкли. Что касается просто крупного рогатного скота. У них очень дорогое мясо. Очень сложно в таких условиях выращивать коров. И поэтому они их очень берегут, любят. Молоко дорогое, мясо дорогое. Телятина. И, в общем-то, поэтому кушают кенгуру. И четвертый день у нас был. Мы сделали тур себе. Купили. Он был самый дорогой. 200 долларов. Экскурсии очень дорогие в Австралии. Все просто как бы, ну, не дешево. Да, ну, бутылочка воды, например, 6 долларов. Ну, пол-литровая бутылочка воды. Пачка сигарет. Внимание! 30 долларов. Пачка сигарет в Австралии. Австралийцы майже не курят. У них вообще есть отведенные специальные места, где они собираются курить. Вы не увидите вообще в Австралии курящего человека, идущего по улице, на остановке, в баре. В баре запрет на курение. Для меня это вообще нонсенс. Не курят люди. Они только пьют. И даже не едят. Они во всех пабах просто пьют. Австралийки, женщины, как нам объяснил гид, такие развязные, очень гулящие, говорит, дамы. Австралийцы, их мужчины, жены не особо хотят, потому что они занимаются только собой, своей карьерой. Стирать, готовить, это просто смешно. Австралийка не будет вообще это делать. Вот. Начинают гулять девочки очень рано. Я реально увидела это. Ну, мы жили как раз, у нас гостиница была в бухте на побережье. И там очень много-много ресторанов. И столько девчонок вообще вдрызг. И 16-17-летних. Компании прямо целые девичьи. Вот это меня немножко, да, удивило. Поэтому и австралийцы хотят наших женщин украинских в жены. Мы уже, кстати, с нашим гидом, господи, Арменом, подружились и уже думаем, может, какое-то брачное агентство. Сделать. Ну, если что, как-то подрастем в Арифлейм. Кто еще не замужем, можем. Потрясающий вид на Голубые горы. Это просто... Ну, почему Голубые горы? Потому что это все вот внизу, это деревья эвкалипсии. Когда поднимается дымка, да, вот над... Он излучает такой, ну, испаряется. И получается над... Ну, дымка поднимается где-то на несколько сотен метров вверх. И потрясающий вид. Горы стоят в голубой дымке. В легком таком тумане. Мы не попали, конечно, на вот такую картину. Но по фотографиям это что-то невероятное. Ну, у нас повезло с погодой. Мы попали как раз-таки в хороший период, когда можно было сделать фотографии. Не было тумана. Вот. И все было видно. Ну, могу вам сказать, что сейчас на обрыве... Ну, было страшно. Страшновато. И я когда спускалась, я подскользнулась. Это же вообще было невероятно. Я просто... Вы не представляете, что... Что это? Я посмотрела вниз. Это, блин, это тысячи километров. Не метров. Тысячи. Это только... Я не знаю. Во сне такое может присниться. Внизу мы увидели разбитые машины. Ну, еще, видимо, когда... Ну, такие уже ржавые, знаете, когда еще, видимо, здесь была дорога какая-то, да. Что-то непонятное. В общем, много-много там всего интересного. И, конечно, я бы назвала это местом силы. Потому что именно вот там, когда ты стоишь на высокой точке, да, горы, ты понимаешь, что ты еще в жизни не успел сделать. Или что ты уже сделал. И почему ты здесь. Что в тебе есть сильного, да? С чем нужно бороться? С какими своими вадами? И во что нужно верить больше, чем во что-то не верить? Уберите вообще все сомнения, что у вас чего-то не получается, или вы какой-то не такой. Или что не умеете бизнес-встречи проводить, или что-то. Вообще не думаете о том, что вы не умеете делать. Отключитесь, потому что я в таком состоянии очень долго была. Я зациклилась на том, что я еще не умею делать. Это никогда не приведет к успеху. Сделайте фокус на том, что вы умеете делать хорошо. Если есть хотя бы одно, что вы умеете делать хорошо, именно этом одном вы можете все сделать бриллиантом. Я проверила это на себе. Но когда я начала думать, сравнивать себя с кем-то, что тот круче, тот лучше, и что я, это приводит в никуда. Лидер рассыпается. Лидер просто растворяется. Лидера нет. И здесь очень важно, не попадайте в эту ловушку. Она очень и очень сильная. Вы поняли меня? Поставьте мне пятерочки, что вы меня сейчас поняли. И вы не будете этого делать. Пятый день. Это был уже океан. Последний день завершающий. Потому что мы были ровно пять дней в связи с перелетами, со стыковками. Наша украинская делегация была ровно пять дней. И вечером на пятый день мы уже уезжали. Уже улетали. И поэтому до шести вечера у нас было время. Мы взяли в аренду джип с Арменом на второй день. И они вот нас было четверо. И он нас повозил по трем пляжам. В красивых очень местах. С панорамными видами. Ну, в самый богатый район мы заехали. Где виллы по 35 миллионов долларов. Я вам скину в чат, чтобы вы видели. 35 миллионов долларов. Ой, я могу. Долларов вилла. Ну, ничего. Ну, так себе. Просто вся в стекле. Все красиво. Ну, в голове моей не укладывается. В район, где звезды голливудские живут. Тоже мы там увидели парочку домов. Вот. Очень интересно. Конечно, цвет океана – это не цвет черного моря. Это понятно. Волны просто неимоверные. То есть ты даже не можешь стоять. Это не знаю, как получилась фотография. Просто что я так себе стою у себя, да, с платком. Это, ну, какой-то случайность. А так они двухметровые эти волны захлестывают так, что, ну, ты не можешь реально стоять на ногах. Вот. И как раз было в это время проходил чемпионат по серфингу. И с заплывами очень много было людей в этот день. Потому что вечер сильный. Как раз это для них очень хорошая погода. Просто очень много людей. Ну, и мы, получается, попали на пляж. Не там, где туристы отдыхают. А это именно городской пляж, где именно, как они называют, русские называют австралийцев австралами. Так интересно. Австрал Австралу сказал. Австралы, говорит, здесь отдыхают. Говорит, вы, ну, туристов нет. Потому что там, где были, мы приехали, где туристы, там негде вообще упасть. Не то, что там мечу негде упасть. Просто все, все вот так вот. Одни люди, люди. Песка даже не видно. Все либо в воде, либо на песке негде ста. А здесь, конечно, было очень хорошо. Вот даже, да, фото, вы видите, людей практически нет. Это я, на самом деле, ощутила, да, вот этот океан. Ну, и когда, конечно, я стояла на горе и видела эту мощь всю, да, австралийскую, внизу джунгли, грубо говоря, да. Ты даже не понимаешь, что там происходит. Ты понимаешь, что там нога человека, может, и не ступала никогда. И как вообще, если туда попасть, сколько ты там сможешь продержаться вообще? Какие это каньоны, какая это сильнейшая природа. И что это вообще-то та страна, которая сама себя сделала? Боже мой. Девочки, ничего нельзя завозить. Полежаева Владимира оштрафовали на 400 долларов за то, что у него в сумке было яблоко. Причем он его просто забыл вытащить с самолета. А нас предупреждали заранее. Ну, мы как-то так. И я в последний момент вытащила яблоко в самолете. Думаю, ну, ладно, а вдруг что? Ну, я еще не знала, что оштрафовали. Но нашей делегации повезло, нас не проверяли почему-то. А перед нами россиян полностью. Собаки там пограничные. Обнюхивали все. То есть велнос нам запретили везти. Вот все, что касается продуктов питания, ничего, даже конфет. 12 тысяч долларов – максимальный штраф за провоз какой-то еды. Поняли, да? То есть как они вообще относятся к своей стране. То есть ничего лишнего. И ничего личного. Знаете, только бизнес. И я в очередной раз убеждаюсь в том, что 30 человек вместе со спутниками в этом году из Украины полетели в Австралию. Из Одессы, понятно, я одна. Из Киева там 4 человека. Запорожье, Днепр. Я вот лечу, думаю, я одна лечу вообще из Одессы на Бриллиантовую конференцию, которую год подряд. Я одна. Как дура. Ну, честно. Из своей команды. То, что мои девочки не могут, не умеют делать то, что делаю я, например. Хотя я знаю, где я, что не так делаю. И если бы я делала каждый день и имела эту привычку ежедневную, да, вот то, о чем сейчас хочу сказать вам. Каждый день, то я 100% понимаю, что я была бы с кем-то из вас. И поэтому я хочу вам сказать, что если вы, ну, свою веру запустите максимально глубоко в свою душу, вы победите этот бизнес. Если вы будете сомневаться в своих силах, вы никогда не сделаете больше уровня директора. Потому что любое сомнение, оно приводит к поражению. Любое. И я просто увидела тех людей, которые стояли на сцене. Да, может кто-то не так красиво может говорить. А может не такой красивый, как я. А может быть вообще он одеваться даже не умеет. Но этот человек президент. Он президент. И этим все сказано. И оказывается, не важно. Ты красив, ты умен, ты из Одессы, или ты из Тернополя, или ты из Жмеринки. Вообще это не важно. Важно то, насколько человек верит в себя. Это единственный инструмент, с которого нужно начинать работать с новичком. И я поняла, что я не смогу никого из вас поднять выше уровня, на котором вы сейчас стоите, если вы в себя не верите. Вы не сможете поднять своих партнеров, если они в себя не верят. Не хватит силенок ваших. Не хватит. Поэтому нам с вами нужно, первое, искать сильных лидеров, сильных людей, которые хотят и будут делать то, что вы им говорите. Тот путь, который вы сами прошли. Да? То есть, ну, понимаете, о чем я сейчас говорю. Либо, если человек хочет научиться верить в себя и быть уверенным, он хочет. Вы обучаете его этому своим примером и своими историями. По-другому не будет. Этот бизнес не для ленивых людей. Этот бизнес не для нытиков. Не для пессимистов. Этот бизнес для людей, которые хотят помочь своей семье, которые больше делают, меньше говоря, которые позитивны, которые верят в себя и в то, что они делают. Это очень важно, ребята. Ну, потому что, ну, вы все знаете, да, как можно потерять время не с тем, как можно потерять время впустую, делая не то. Вы теряете не просто время, вы теряете силы. Поэтому сейчас должен сработать у каждого из вас конвейер. Спрашивайте людей. Хочешь – пойдем. Хочешь – помогу. Не хочешь – сиди. Следующий. По-другому не будет. Все, я это четко поняла. Не будет. Можно одного человека тянуть 10 лет и потерять при этом 100 нормальных людей. Не увидеть их. Это очень важно. Ну, и, конечно, заканчиваю я уже о том, на той ноте, что сильнейшие программы сейчас запустились, да. Вы все смотрели вебинары, уже говорили с вашими асмами, говорили на переговоре. Сайт весь заполнен, информация очень простая в подаче. Супер просто, я считаю, программы для абсолютно всех новичков, менеджеров, директорской команды. Это, ну, лучше просто, я считаю, стартовать в этом году уже не стартанешь. И если уже в эту акцию, там, да, у кого-то что-то не получится, ну, тогда уже никто никого не простит, знаете-ка. И очень, ну, красивое название «На крыльях мечты». Вот именно в начале года, когда у вас еще расправлены крылья, когда вы после новогодних столов записаны в своих мечтах, колокола, скажем так, куранты, да, 12 часов, вы о чем-то мечтали, вы что-то хотели, вы чего-то желали. Пусть это будут не просто слова. Вот вы желали какую-то крутую от компании программу, вам компания ее приготовила и запустила. Мы желали с вами офигенные подарки. Пожалуйста, мы весной будем вот с такими крутецкими аксессуарами. Просто, ну, не часы, а бомба, девочки, я вам показаю. Ну, это же, это же просто, видите, я уже их с рук вообще не снимаю. Это, ну, как, это оно должно быть, должно быть на ручке у каждой девочки, себя любящей и уважающей. Но когда мы планируем акцию, да, для себя это одно планировать, понятно, оно у вас будет. Запланируйте тех партнеров, которые будут делать эту акцию. Пять партнеров – это тысяча баллов прирост в каталог. Пять людей, которые идут по акции «На крыльях мечты», тысяча баллов автоматом прирост вашей команды. Помогайте людям исполнять свои мечты. Это очень, очень важно сейчас именно для вас, для тех людей, кто хочет расти. И понятное дело, что я думаю, что нам нужно настраивать людей не на два новичка в каталог, а на три, чтобы потом не догоняли, как с кастрюлями и ковшами там, да, по три человека регистрировали, я потом захотела большую кастрюлю вот такую-то, а надо было еще шесть человек подписать. О, конечно, шесть человек за раз сложно, а тут еще наложилась другая акция, потому что после этой акции уже будет другая акция, понимаете, да. Поэтому сразу давайте настрой своим партнерам три новичка в каталог. Тогда будет всем все хватит, тогда не будет без какого-то напора, без напряга. Это очень хороший период именно 8 марта, всем хватит, просто я считаю, очень-очень хорошие. И модели такие красивые, ну, супер. По турборосту, я думаю, все разобрались. Кто не разобрался, давайте звоните своим спонсорам, асмам. Ну, проще простого, не буду тратить на это время, потому что его и так уже нет. Я завершаю наш вебинар и в завершении хочу еще несколько вот слов сейчас сказать нашим начинающим партнерам, да, кто еще не участвовал, допустим, в программе турборост. Или, к примеру, кто мечтает уже пройти какие-то, ну, свои первые шаги в компании, чтобы получить свои первые деньги. Ну, первое, с чего нужно начинать, это все четко спланировать. Не будет наугад, может быть, повезет и, может быть, срастется. Такого не будет, этого вообще, в принципе, уже давно в нашей компании нет. Сначала спланируйте, выберите, с кем вы будете делать тот результат, к которому вы идете. Пусть будет хотя бы один партнер. С одним партнером можно сделать уровень директора. С двумя партнером вы можете прийти к золоту. С тремя к старшему золоту. С четырьмя к сапфиру. С шестью к бриллианту. Спланируйте сразу с кем. Если у вас нет партнера, знайте, что самый, самый надежный партнер в вашем бизнесе – это вы сами. Не спонсор ваш партнер. Спонсор – это ваш наставник. Вы для него партнер. А для вас, ваш самый главный партнер – это вы сами. Вы сами себя заставите утром встать, вы сами себя заставите сделать 10 звонков, вы сами себя заставите позвонить тем людям, которые ждут от вас какой-то информации, вы сами себя заставите показать два каталога новым клиентам в день, вы сами себя заставите один мастер-класс назначить в день или одну бизнес-встречу. вы сами, никто. Я просто наблюдаю над теми людьми, когда им что-то, есть у меня партнеры, когда что-то я им начинаю рассказывать. Люди, которые уже не один год в компании, надо это, надо то. Я просто вижу эту реакцию. И, честно говоря, я понимаю, что им это не надо. Мои наставления людям, которые знают, что надо делать, но при этом не хотят себя заставлять и выходить из зоны комфорта, и не поможет никто. Ни один самый лучший спонсор. Никто. Ни президент, ни Магнус. Никто. Запомните это. Выработайте три полезных привычки, потому что, когда я спросила Магнуса, Магнус, скажи, что вообще, что нас сможет лидеров сдвинуть? Сдвинуть с точки невозврата. Мотивация или что? Мотивации хватает на очень-очень короткий срок. Самое первое, то, чего мы должны вырабатывать у себя и у наших партнеров, это полезные привычки для роста в нашем бизнесе. Полезная привычка для роста в нашем бизнесе, я думаю, вы знаете, о чем я говорю. Это рекрутирование, это звонки, это бизнес-встречи, это мастер-классы. У кого-то привычки, ну, у каждого свои любимые привычки. Но любимое дело, это одно, любимые действия. А привычка, это совершенно другое. Действия мы можем делать хаотично, и они никогда не принесут результат. Когда нам нравится, мы можем делать действия. А привычка, это именно тот процесс, когда мы запускаем, во что бы то ни стало, какая бы ни была погода, какое бы ни было настроение, какая бы сейчас ни была у меня ситуация, «У меня есть привычка утром встать и пойти в туалет, почистить зубы». Вот это есть привычка. Мы понимаем, что мы если этого не сделаем, будем очень некомфортно себя чувствовать. Если мы не зарекрутируем одного человека в день и не сделаем хотя бы 10 звонков, мы должны плохо себя чувствовать. Вот тогда это будет… Если вы себя хорошо чувствуете, что вы неделю не делаете ни одного звонка, не перевели ни одного мастер-класса, вы не в бизнесе вообще, вы не в фокусе, вы не в теме, если вы себя хорошо чувствуете. Это надо подумать, вообще нафиг вам нужен этот рефлей. Если вы себя прекрасно чувствуете без него. Вот это очень важный момент. Держите тесно связь с вашим спонсором, с человеком, которому не безразличен ваш результат. С человеком, который вас пригласил и которому вы пообещали что-то, потому что спонсор не может бесконечно что-то вам обещать. Вы как партнер тоже должны ему что-то пообещать. И когда есть взаимовыгодное сотрудничество, взаимовыгодные обещания, не просто бесконечно, давай, хорошо, сколько, да не знаю, ну давай я тебя еще немножко подзадорю, давай еще промотивирую, ну не может такого быть. Есть масса людей, которым тоже нужна помощь, не забывайте об этом. Но держите связь тесную со спонсором для того, чтобы не выпадать из этого состояния рабочего. Это очень важно. Ну и, конечно же, мотивируйте себя каждый день на работу. Девочки, без мотивации себя, еще раз, да, с этого начала и на этом заканчиваю, не будет результата. Это очень важно. У нас такой бизнес интересный, мы все с вами находимся в одной связке, понимаете, вот в одной цепочке. Если какое-то звено выпадает, да, например, да, спонсорское, это очень сильно влияет на наших партнеров, на нашу команду. Где-то на уровне вибрации уже мы все чувствуем. Если где-то я вижу, что сдувается мой партнер, я же это чувствую, я это вижу его по его взгляду, по его поведению, по его непонятным вообще действиям, которые бывают не очень адекватные, что непонятно. Все понятно здесь. И поэтому здесь очень важно на самом начальном этапе договориться, да, передоговориться, что-то друг другу пообещать, где-то посмотреть в глаза и сказать, что я здесь не смогу, или я здесь смогу, поддержи меня, мне вот это вообще не умею делать, а вот это боюсь. Спонсор должен знать, чего вы не умеете, чего вы боитесь. Это не значит, что вы пойдете в лес в темно-дремучем, хоть вы не любите, да, но он будет вас там держать две ночи, чтобы вы сидели и теряли страх. Нет, вы будете делать то, что вам удобно, что вам комфортно, от чего вы получаете удовольствие. Потому что только на комфортных действиях, на том, что приносит вам удовольствие, делаются очень большие деньги в компании Арифу. Поэтому здесь очень важно, да, вам с этим разобраться. Я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня на вебинар. Вы потратили час, ровно час, мы начали в 21.10 с моим перерывом. И я очень верю в то, что этот год для нас, для всех, будет очень переломным, в хорошем смысле слова. Я знаю, что к вам, ко многим придут горячие партнеры, преданные партнеры, те партнеры, которых вы очень давно ждали. Я знаю, что те партнеры, которые рядом с вами, и которые тоже очень хотят быть успешными здесь, вы вдохнете в них силу. Я это точно знаю, потому что я готова к этому тоже. И я с горячим сердцем поздравляю сейчас тех наших дорогих турков, которые сделали Турцию. Я хотела сделать калаш, но, к сожалению, не имею фотографий всех. Не буду сейчас перечислять все фамилии, потому что у нас, слава богу, особенно это город Тернополь, это Каменец-Подольский, это товарищи, которые нас в этом году очень сильно порадовали. Порадовали вы своего спонсора. Пока я падала и отжималась, да, вы успешно делали турцию. Поэтому, девчонки, я вам желаю, чтобы по полной оттягивались команда Нади Мельник, команда Татьяны Кушки, команда Оксаны Луцки, самая многочисленная Оксана, ведет 9 человек. Ну, Одессу будет представлять Катя Марченко с партнерами. Вот, поэтому я очень вам от всей души желаю, чтобы, ну, Турцию оставьте просто потом другим. Отель до конца вообще не разбивайте, надо сделать так, чтобы осталось еще другим отдыхающим. Готовьтесь, потому что отдых обещает быть очень-очень драйвовым, очень. Это VIP-отель, это отдых VIP-уровня, это больше, чем 5 звезд, скажу вам. Вы очень хорошо поработали, но мы сейчас не расслабляемся, потому что многим из вас нужно еще тянуть, заканчивать, не тянуть, неправильное слово, да, заканчивать квалификацию на Пальму-де-Майорку, держать золото, держать вторую группу для того, чтобы все сложилось, и, конечно же, нашим партнерам, которые полетят в Турцию, они однозначно захотят открывать золото после этой конференции, и золотая конференция новая будет уже объявлена весной, то есть вы, улетая в Турцию, будете знать, куда будет золотая конференция в 2020 году. Поэтому спасибо, дорогие, за внимание, за вашу любовь, за вашу работу, и ждите дальнейших планов, потому что со следующей недели я возобновляю наши вебинары по возможностям и по лидерским.